Добрый вечер! О событиях уходящей пятницы вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Сидорчуков. Смотрите в нашем выпуске. Как смола выглядела. Вот такая, знаете, вот, ну черная-черная. Водиться, не постирать, не помыться. В микрорайоне кислотные дачи. Из кранов течет темная вонючая жидкость. Отдаем вторую жизнь отходам и сохраняем экологию. Макулатура, пластик, стеклотара и не только. В пяти районах города открылись пункты приемов торсырья. Огромное желание поделиться вот тем, что там в голове. Старинные вещицы – все для хобби и хендмейд. На Пермской ярмарке выставка «Антикварный салон» и «Мир увлечений». Нашли повешенной. В Чайковском 16-летняя девушка предположительно покончила с собой. Это случилось в квартире, где она жила, сообщает портал в Курсеру. За час до трагедии школьница отправила подруге прощальное сообщение. Та сразу рассказала своей матери, а женщина предупредила родителей девушки. Они бросились домой, но было поздно. Следователи выясняют причины смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». За последнее время это уже второй случай подросткового суицида. Буквально накануне мы сообщали, что в Перми под колесами поезда погиб 17-летний юноша. Он также оставил прощальное письмо. Городской департамент дорог и транспорта незаконно отказывался принимать у перевозчиков данные о количестве льготников. Из-за этого за два года транспортные компании недополучили более 300 миллионов рублей. Такую информацию озвучила антимонопольная служба. Региональный УФАС направила предписание с требованием подключить к системе автоматизированного учета пассажиропотока порядка 30 компаний. Департамент дорог и транспорта должен будет рассмотреть заново отказы, которые они выдали перевозчикам, по невозмещению субсидий. Администрация предусмотреть возможность сопряжения между валидаторами и системой оператора. Ввиду того, что экспертиза и специалист подтвердил, что возможность имеется. Напомним, Пермь перешла на автоматизированную систему учета пассажиропотока в феврале прошлого года. Программное обеспечение для нее муниципалитет приобрел у компании ИТ-центр-сервис. Однако к этой системе подключилась лишь часть перевозчиков. Остальные выяснили, что стоимость услуг системы, предложенной департаментом, в несколько раз выше, чем у других разработчиков. Их услугами перевозчики и воспользовались. Однако Гортранс отказался подключать стороннее программное обеспечение. В итоге треть компаний лишилась компенсационных выплат за перевозку льготников и обратилась с жалобой к антимонопольщикам. Те признали ее обоснованной. Что за водица? Не постирать, не помыться. В десятках многоквартирных домов микрорайона «Кислотная дача» из кранов вместо горячей воды течет жидкость желто-бурого цвета. Она слизкая и неприятно пахнет. Об этой проблеме мы рассказывали два месяца назад. С тех пор ситуация ухудшилась, вода в кранах стала еще темнее. Люди просто шокированы. Елена Яговцева вновь отправилась искать ответы на непростые вопросы. Опять это цветопредставление. У жителей домов по улице Черняховского камеры мобильников всегда на готове. Хозяева квартир открывают краны с опаской. Что потечет из них на этот раз? Накануне, к примеру, рела жидкость почти черного цвета. Как смола выглядела. Вот такая, знаете, черная-черная такая. Вот сейчас она посветлела, она идет теплая. Теплая, но она слизкая, она нехорошая. Она же должна горячей идти, правильно? Я вообще горячей мало пользуюсь. Тут открыл одна грязь, хотел помыться, вообще грязь гульна. Все прекратил. Даже ванна была черная, пришлось отмывать ее от горячей воды. К сегодняшнему дню вода посветлела до светло-ржавого цвета. Но вот запах, напоминающий одновременно ароматы нефтепродуктов и канализации, остался тот же. И на ощупь приятного мало. Люди отказываются платить за такой некачественный ресурс. Листая и вонючая. Как лягушка скользкая. Не помыться ничего нельзя. Ну вот как вот. А такие деньги платим мы за воду. Очень большие деньги платим. И никакой нет пользы. Так вот их и надо. Кто виноват, мордой прямо в мазу. Но как пояснили в управляющей компании, виноватых здесь не найти. Десятки многоквартирных домов в микрорайоне кислотной дачи запитаны от открытого водозабора. Для решения проблемы необходима масштабная реконструкция системы теплоснабжения. А это большие деньги. Такая схема горячего водоснабжения была заложена изначально при проектировании поселка и монтаже теплосистем. С теплоисточника приходит вот этот теплоноситель, единый. Он уже распределяется. Одна часть на горячую воду попадает, другая часть на отопление. Ожидаем, что пермская сетевая компания проведет определенные мероприятия внутри своих теплосистем. Уже такое рекомендательное письмо от тепловой инспекции, подтверждающее факт выдачи рекомендации ПСК, мы получили. Но пермские сетевики считают, что проблема в другом. Как нам пояснили по телефону, именно управляющая компания виновата в том, что из кранов идет разноцветная и дурно пахнущая вода. Проблема с качеством горячей воды в микрорайоне кислотной дачи находится в зоне ответственности управляющих компаний. Обслуживающие организации обязаны производить промывку внутри домовых сетей. Однако, к сожалению, эти требования игнорируются, и в результате в воду попадает шлак с внутренней стороны труб. Кто говорит правду, неясно. Как бы то ни было, свет в конце ржавой трубы для местных жителей все же есть. Как пишет новый компаньон, 20 декабря этого года городская администрация в рамках концессионного договора планирует передать муниципальное имущество, а именно котельные и тепловые сети, пермской сетевой компании. В рамках концессии планируется закрытие открытых систем горячего водоснабжения, перевод в закрытое горячее водоснабжение. Оно пройдет с 2020 по 2023 год, и на эти цели будет направлено 308 миллионов рублей. Местным жителям остается лишь дожить до светлого будущего с чистой водой, ведь анализы, проведенные Роспотребнадзором, показали наличие в их кранах множества вредных для организма веществ. Елена Иговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба НОСТЕИ. Отошел к городу, мэрия Перми выкупила легкоатлетический манеж «Спартак». Он, напомним, принадлежал обанкротившейся компании «Магнит Инвест». Сооружение площадью более 10 тысяч квадратных метров и два земельных участка ушли с молотка за без малого 160 миллионов рублей. Единственная заявка поступила от городского департамента имущества. К «Спартаку» приписано порядка 500 ребят из спортшколы «Олимпийские ракетки» «Ермак Нортон Юниор Искра». Но с конца сентября они не имеют возможности заниматься там. Деятельность манежа была приостановлена из-за нарушений норм пожарной безопасности. Спортивный объект до сих пор не открыт. Ранее неоднократно заявлялось, что городские власти после приобретения намерены привести его в нормативное состояние. Все и сразу. Комплексный капитальный ремонт дома по Крупской 82 завершен. Это одно из первых жилых зданий города, в котором в рамках программы капремонта за короткий срок привели в порядок все необходимое, включая фундамент, фасад и крышу. За процессом приемки работ наблюдала наша съемочная группа. «Технологии кили применены современные. Это вот сначала разделывали швы для утепления, все потом заделывали полиуретановой трубкой, потом мастикой гидроизоляционной, потом весь фасад, шпаклевку убирали старую, потом грунтовали, наносили новую шпаклевку, ну и красили специальной краской, фасадной, суперсильной». Кроме того, заменили водосточную систему и вентиляционные шахты, отремонтировали балконные плиты и оконные откосы, обустроили бетонную отмостку, укрепили фундамент. Ну и, конечно, разобрались с главной проблемой дома – крышей, находившейся в аварийном состоянии. Из-за нее жители последних этажей не раз страдали от потопов. Ремонт принимал зампред правительства края. По его словам, то, какой дом будет выбран для комплексного капремонта, во многом зависит от самих жителей. «Первое, о чем нужно сказать, и мы жителям всегда об этом говорим, что, друзья, первая и ваша основная задача – это обеспечить собираемый износ в фонд капитального ремонта, если вы находитесь на котловом счете фонда капитального ремонта. Здесь было обеспечено это первое очередное условие». «Комплексный ремонт, он чем лучше и правильнее, тем, что он однозначно продлевает срок службы, так скажем, полезной дома. Если раньше, до 2018 года проводили ремонт по одному виду на доме, это были риски как того, что после ремонта дом все равно признавался ветхим, либо аварийным, так и то, что сам производственный цикл использования дома, он был гораздо хуже. А здесь, что называется, и картинка, и качество, и сроки эксплуатации». Подрядчик дал пятилетнюю гарантию на все работы. Жители обновлению, конечно, рады, ведь за полвека их дом ни разу капитально не ремонтировали. «В 2014 году у нас был почти потоп по всем квартирам. Был сильный дождь, крыша была в аварийном состоянии. Мы делали ремонт за свои деньги». Всего в Прикамье в 2018 году проведена работа по капитальному ремонту в 410 домах. Это почти столько же, сколько было отремонтировано за предыдущие три года. В следующем году планируется отремонтировать почти 600 домов. Евгения Чернявская, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. За мусор взялись. Напомним, в одном из выпусков ТСН мы сообщали, что сразу в нескольких районах города начались проблемы с опустошением контейнерных площадок. В нашу редакцию обратились десятки горожан, назвав конкретные адреса. Список проблемных точек мы направили в администрацию города и получили ответ. Больше всего жалоб пришло из индустриального района. В причинах там пока разбираются, но приводить дворы в порядок уже начали. Большая часть упомянутых контейнерных площадок приведена в нормативное состояние. Все работы по зачистке оставшихся мест сбора и накопления отходов планируется завершить до конца сегодняшнего дня. Крупногабаритный мусор планируется вывести до конца недели. О проблемах сообщали и жители Дзержинского района, а именно микрорайона Пролетарский. Ответственность за обслуживание контейнерных площадок здесь несет управляющая компания «Сторм». В районной администрации доложили ситуацию на контроле. Управляющая компания образовалась задолженность перед предприятием-перевозчиком за вывоз мусора, что привело к отказу от вывоза мусора. После оперативного вмешательства администрации района и ряда проведенных совещаний вывоз мусора возобновлен. Что касается сообщений из Кировского района, в местной администрации проинформировали, что свалка по улице Новоржевская, 7, включена в предварительный перечень свалок, подлежащих ликвидации. Сейчас ищут возможность убрать ее в первом квартале 2019 года. Отходы в доходы. В пяти районах нашего города открылись пункты приема вторсырья. В рамках большого экологического проекта «Разделяю сердцем» пермики, сдавая практический мусор, будут получать деньги. Отправить на переработку можно очень многое от бумаги и пластика до старой бытовой техники и автомобильных шин. Репортаж Дмитрия Гаврилова. «Разделяй и зарабатывай» – возможно, вскоре это высказывание станет девизом каждого пермика. Анастасия Рудакова не скрывает радости и утверждает – такой проект городу просто необходим. Я считаю, что это правильно. Мы теперь не просто мусор выбрасываем, мы отдаем его на переработку, тем самым отдаем вторую жизнь отходам и сохраняем экологию. «Разделяю сердцем» – экологический проект, в рамках которого в пяти районах города открылись пункты приема вторсырья. Инициатором выступила мэрия. Одна из мусороперерабатывающих компаний идею поддержала, а реализовать ее надеются с помощью горожан. Суть проекта – популяризировать среди населения города Перми раздельный сбор твердых коммунальных отходов, так как проблема с образованием мусора как и в городе Перми, так и на территории всей Российской Федерации стоит достаточно остро. Отходы, уходя в переработку, получают вторую жизнь и в итоге уменьшают количество мусора на планете. Наша роль – это сбор и переработка. То есть все отходы, которые будут собраны на этом пункте, они поступят на производство, на наше производство и будут превращены, так скажем, в готовую продукцию. Мусор – это живые деньги. Например, бумажные отходы превращаются в вату для утепления, а из старых автомобильных покрышек получается печное топливо. Из полиэтиленовых пакетов можно получить вот такую яркую тротуарную плитку, прочную и долговечную. Адреса пунктов приема и время их работы размещены на сайте. буматика.ру Дмитрий Гаврилов, Валерий Шукунов, Телевизионная служба новостей. Собрание редкостей и уникальных изделий ручной работы на Пермской ярмарке открылась традиционная выставка «Антикварный салон. Мир увлечений». Сюда прибыли коллекционеры из разных регионов страны, а также иностранные гости. Чем удивила ярмарка в этом году, поинтересовалась наша съемочная группа. Предметы интерьера, старинные монеты, винтажные ювелирные изделия. На Пермской ярмарке развернулся девятый антикварный салон. Посетителей вновь приглашают отправиться в путешествие во времени. Например, вернуться в советское прошлое. Гости из республики Башкортостан привезли новогодние елочные украшения. Им больше полувека. Мы привезли то, что по настроению было. Естественно, для того, чтобы посмотреть на ваш город, на ваши ярмарки впервые со своей группой. И очень даже здорово. Нам понравилось. Здесь можно найти и настоящие произведения искусства, созданные современными мастерами. Вот группа пермских художниц создает световые картины. Сказочные сюжеты мастера вырезают из бумаги, а благодаря подсветке появляются объемные композиции. Короб – это уже последняя часть завершения картины, потому что мы не знаем изначально, сколько будет слоев в этой работе. Она может обрастать подробностями, деталями. Это только ручной труд, это только коврик, это только макетный нож. И огромное желание поделиться тем, что там в голове. На этой выставке больше сотни участников. Это антикварные и букинистические магазины, частные коллекционеры, мастера-ремесленники. Они прибыли к нам из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Кирова и других городов России, а также из Франции, Литвы, Белоруссии. Очень много участников выставки представляют не именно антиквариат, а вот увлечения. В том числе и истории, начиная от военно-исторического российского общества, заканчивая клубами реконструкции. Кстати, вот с выходных здесь появится очень много людей, одетых в форме армии 1812 года, 1914 и 1941 годов. Кроме выставки, напоминаю о том, что проходит всероссийский слет коллекционеров, это такой антикварный развал, и на него съехались около 200 человек из очень разных городов Российской Федерации. Выставка «Антикварный салон и мир увлечений» продолжит работу на Пермской ярмарке с 6 по 9 декабря. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Поедут отдыхать. Охотников, которые в конце ноября нашли в лесу двух заблудившихся подростков, наградили повторно. На этот раз по-настоящему путевками в санаторий, сообщает Краевое министерство социального развития. Напомним, двое мальчиков 10 и 13 лет потерялись рядом с деревней Дикая Гарь. В их поисках участвовали более 400 человек. Нашли детей жители деревни Чуваки, два Геннадия Шадрина, почти полные тезки. Скандал разгорелся после того, как охотников наградили на семейном форуме, где они участвовали в круглом столе поисковиков. Суровым мужчинам вручили символические подарки, в которые, помимо прочего, входили инструменты для маникюра и педикюра. В Минсоцразвитие заявили, что решение наградить героев путевками якобы было принято сразу после спасения детей. Но выделение средств и согласование дат потребовало времени. В итоге охотники скоро отправятся на 10 дней в санаторий Ключи. Жить будут в отдельных одноместных номерах.